Здравствуйте, друзья мои! И мы с вами знаем, что святые наши подвижники, которые оставили нам неоценимые сокровища своих наставлений, собранные в книги, целые богословские и аскетические энциклопедии, подобно добротолюбию, это люди, которые практиковали духовные упражнения, то есть оставили после себя огромный опыт того, как воспитать навык к добру, к добродетели. Преподобный Иоанн Лесовичник так и говорил, что монах — это человек, который навыком обыкнул, привык к добродетели, воспитал в себе навык к добру, привычку определенного рода. И вот среди духовных упражнений, которых мы встречаем у святых подвижников, были и весьма чрезвычайные, экстраординарные, мы бы так сказали. Тот же Иоанн Лесовичник говорит, что некоторые иноки, чтобы разбудить свое сердце к молитве, к сочувствию, к некоторой такой ответности на чужую скорбь, они ходили молиться на кладбище, молились среди гробов. И был также такой интересный случай, описанный в Древнем Патерике, который раскрывает и другой вид чрезвычайного духовного упражнения, не всем подходящего. Он говорит этот эпизод о том, как некий инок, чтобы разбудить свое сердце, чтобы высечь из него хоть какие-то чувства, избавить себя от окамененного нечувствия, ходил на публичную смертную казнь. Конечно, мы не можем подражать таким чрезвычайным подвигам, да и негде сейчас, слава Богу, но в средние века это было обычным делом. И вот этот инок ходил в город на смертную казнь, смотрел, как карают преступников, а это было кровавое зрелище. И ничто его совершенно никак не трогало. Однажды городские власти изловили известного злодея, который терроризировал целую область на протяжении нескольких лет. Преступления были очень уж очевидны, поэтому после короткого суда повлекли преступника на казнь, на городскую площадь. И вот этот человек, сидя в клетке, испытывая терзание совести и унижение неслыханное, вдруг заметил, что среди толпы крадется за этой клеткой с осужденным некий инок, монах. Он определил это по монашеской одежде. Это его очень удивило, заинтересовало, что это все значит. И он выкрикнул из своей клетки. «Отче, что ты здесь делаешь? Почему ты оставил свою келью? Что же тебе не сидится у себя в монастыре, что ты среди людей, среди этой толпы ищешь жуткого зрелища?» И инок ему ответил. «Видишь ли, я страдаю окамененным нечувствием. Ничто не трогает моего сердца». Я подумал, может быть, созерцание смерти что-то исправит в моем сердце. Этот преступник сказал ему «Иди, отче, в свою келью, молись Богу и помни, что с тех пор, как умер наш Искупитель, смерти больше нет. Нет больше смерти». Вот такие удивительные слова сказал осужденный преступник. И мы с вами удивляемся, как глубоко христианство проникло в сознание даже таких людей, которые не отличались добродетелью, как глубоко он упустило корни в сердцах даже преступных людей. И этот инок, как говорит нам это предание монашеское, отошел с этого зрелища, получив великую пользу. Монахи искали какой-нибудь повод для того, чтобы разбудить сердце. Окамененные нечувствия исправили. Вот для обычных христиан святые отцы определили искать тоже какие-нибудь способы для того, чтобы сердце свое учить сочувствию, чтобы оно было отзывчивым. Живя в своей суете обычной, мы действительно одебелеваем, как говорили священные тексты в древности, одебелеваем, наше сердце покрывается жиром, становится нечувственным, окамененным. Как эту окамененность разбить? Как из камня высечь воду? В отеческих текстах мы встречаем совет созерцать крест Христов. Необычный совет, очень странный, потому что на кресте мы видим распятого Бога. Бога, с которого сорваны все покровы. Лучше сказать, Он сам себя сорвал, эти всех покровы. Бога обездвиженного. Бога, который дал себя прибить к дереву, лишил себя силы и славы, и добровольно вошел на крест, избрал это унижение. И во время Великого Поста, особенно во время Великого Поста, христиане стараются посещать особые богослужения, которые называются пассиями, чтобы видеть крест, чтобы предстоять кресту. И вот одна из молитв, которые читаются Великим Постом, она пронзительная, она как раз об этом. «Призри, уба, Господи, и порази жестокое сердце мое, да слезами омыю грехи мое». Наши поступки, наша биография, наше прошлое, оно требует искупления, требует слез, требует покаянного усилия. Но его также не хватает в окаменелом сердце, как и не хватает в этом сердце сочувствия к трагедиям, к боли других людей. Мы ищем этого сочувствия, ищем этой ответности. И нам совершенно необходимо, мы никак не можем обойтись здесь без духовного упражнения, без определенного навыка, как наши подвижники, которые искали механизмы, что ли, если это даже прозвучит несколько необычно, искали технику по размягчению сердца, пробовали чрезвычайные такие методы, как молитву среди гробов, посещение мест казни. У нас, слава Богу, есть другие способы. Они найдены. Это, конечно, созерцание креста. И прежде всего, то, что советовали святые отцы, делать, и это доступно практически каждому, это дела милосердия. Есть множество примеров, когда человек, страдающий этим окамененным нечувствием, человек с заросшим сердцем, одебилы левшим, окаменевшим, начиная помогать другим людям, вдруг испытывал прилив жизни. Он снова обретал чувство жизни, вкус к жизни. В романе Достоевского «Преступление и наказание» есть такой эпизод, когда Родион Раскольников, убийца, вор и циник, вдруг переживает момент возрождения к жизни. Это совершенно банальная история, казалось бы. Вот он, человек, чьи руки в крови. И вдруг он помогает бедному семейству Мармеладовых, когда помогает похоронить несчастного отца, помогает вдове. И его, этого уже окаменевшего человека, обнимает маленькая девочка с руками, как спички. Обнимает, целует и говорит, «Я за тебя буду всю жизнь молиться, потому что я тебя люблю». И в душе у Раскольникова вдруг происходит какая-то революция, переворот. Он говорит, «Вот она, новая жизнь». Оказывается, есть жизнь, есть чувство. Не умер еще во мне человек. И вот, друзья мои, чтобы растопить сердце, многого не надо. Не нужно искать гробов или места казни. Достаточно протянуть руку нуждающемуся человеку утереть чью-то слезу, помочь ему своим временем, своими силами и своими средствами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok